Всем привет! Этот ролик я хотел начать словами, что я нахожусь сейчас в Польше, в Познане, и поляки настолько прониклись любовью к Украине, что решили полностью, уже привычный для нас звук, полностью воссоздать Майдан Незалежности во всей его красе, но потом подумал, что это как бы глупости, и в общем, знаете, мы находимся в Киеве. Я на днях виделся с Пашей. Паша также здесь, он передал вам большой-большой привет и пообещал выйти на связь, как только у него появится свободная минутка, потому что он сейчас немного все-таки занят. Здесь также вот, как видите, стоит наш Жимни. Я на нем сюда приехал. Ну вот, несмотря на этот звук сирены, оповещающий нас о воздушной тревоге, кстати, такое же уведомление мне сейчас пришло в телефон. Где тут оно? Да, вот, 14.23, поветрена тревога. Да, это значит, что наши братья снова пытаются напасть на нас с воздуха, и воздух на самом деле является одной из таких серьезных проблем. Вот так выглядит русский мир в действии. Это результат попадания ракеты, выпущенной 26 февраля высокоточным российским оружием по одному из, безусловно, самых важных объектов воинской инфраструктуры Украины. Хотя нет, наверное, сарказм все-таки к черту, потому что российские подписчики могут как-то неправильно понять. Это обычный жилой дом на проспекте Валерия Лобановского в Киеве, легендарного советского и украинского футболиста и тренера. Я думаю, что вы с ним хорошо знакомы. Но меня очень радует то, что в последнее время, вот последние дни Киев начинает потихонечку оживать, то есть мелкие предприниматели приходят в чувство, открываются кофейные лавки, всякие маленькие магазинчики, хлебобулочные, цветочные лавки какие-то. Это на самом деле, вот, все это предпринимательство очень важно для экономики нашей страны. Нужно, чтобы люди потихонечку вот входили в нормальный темп. Да, конечно, я понимаю, что это очень сложно. К тому же из Киева выехало достаточно много людей. По заявлениям Виталия Владимировича Кличка, нашего мэра, Киев покинуло приблизительно половину его населения. И сейчас здесь, ну, около двух миллионов человек. С одной стороны, вроде как немного, с другой стороны, это очень много. Да, в любом случае, как видите, Киев нихера не взят. А учитывая то, что здесь едва ли не у каждого четвертого есть оружие, я думаю, что шансы на его взятие очень слабенькие. Так что не стоит верить пропаганде российской. Вообще вся Россия, она, по сути, построена на одном большом фейке о своем величии. Но вот тут, наверное, нужно немножечко предметней, поэтому я сделаю так. Студия. Фейки, фейки, фейки. На самом деле, да. Причем Россия совершенно не собирается останавливаться. Ленин создал Украину, Русь крестили в Реутове, а свинособаки – это всего лишь персонажи эпосов народов античной Мордвы. Ну да ладно, все это чушь, вы это и так прекрасно понимаете. Но, тем не менее, фейки продолжают литься рекой, и, безусловно, главным перлом предыдущих дней стало вот это. Давайте вместе посмотрим. Минобороны России продолжают работу по анализу переданных... Я должен предупредить, от просмотренного видео можно реально отупеть, так что вы там аккуратненько. Сотрудниками украинских биолабораторий документов о секретной военно-биологической деятельности США на территории Украины. Российскими специалистами войск радиационной, химической и биологической защиты изучены документы о передаче по указанию представителей США, взятых на Украине человеческих биоматериалов. Вот тут как раз правда. Абсолютно верно. Биоматериалом вы нас буквально засыпали, так что давайте послушаем дальше. В иностранные государства. Кроме того, особый интерес вызвала детальная информация о реализации США на территории Украины, проекта по изучению переноса патогенов, мигрирующими между Украиной и Россией, другими соседними странами, дикими птицами. Согласно документам, американская сторона планировала вести на Украине в 2022 году работы по патогенам птиц, летучих мышей и рептилий. Рептилий? То есть, ну... Ладно, птицы, тут еще понятно. Хотя тоже не сильно. То есть заразить птиц для того, чтобы они перелетели в Россию. А почему птицам не разлететься по территории, например, Украины? Да, да это вообще какой-то бред. Но рептилий? То есть, типа, заразить ящерицу и ждать, пока она перебежит через границу? Ну, думаю, тут, наверное, никому не нужно объяснять дополнительно, что рептилии, в общем-то, не мигрируют. Их ореол обитания это там, ну... В радиусе 100 метров от, ну, так сказать, дома. И только в случае вынужденной миграции некоторые змеи могут переползать на другие территории на расстояние до 5 километров. Но это абсолютный максимум. И более того, эти рептилии, ну, то есть, змеи, в частности, будут переползать на 5 километров только в случае перемещения в более теплые регионы. Ну, уж явно никак не в Россию. Я думаю, что если вы даже не учились в школе и не знаете об этом, то вы эту информацию можете легко загуглить. Google же еще работает. Ну, или за Яндексить там, не знаю. В общем, ладно. Но россияне в это верят. То есть, это же не просто так вот это вот все навешивают. Давайте смотреть дальше. И рептилии с дальнейшим переходом к изучению возможности переноса имеют. Африканские чумы свиней и сибирская язва. Сибирская язва. Причем, вы замечаете, как этот мудозвон реально охреневает от того, что он сам говорит? Ну, как говорит? Читает суфлера. Я думаю, что нужно было идти дальше и говорить о драконах. Да, о боевых драконах. Не просто испепеляющих русских миротворцев Акибайрактар. А прямо о каких-нибудь невидимых драконобандеровцах. Заточенных уничтожать православных крещеных мальчиков. Маленьких. В трусиках. И футболке. Одиозный бред. И все это скармливали россиянам на протяжении долгого времени. Ну ладно, вернемся к драконам. Ведь могли продавить и эту чушь. Ну а че, народ готов хавать с лопат любой бред. Хотя нет, с драконами было бы слишком, вот слишком дерзко. Потому что все-таки дракон это национальный символ государственности Китая. Это основа их культурной сферы. И понятное дело, пропагандистская машина РФ не могла себе позволить просто так взять и укусить себя за... К тому же рептилий уже достаточно. Блядь, а может быть он имел ввиду каких-нибудь боевых велоцирапторов? Типа в украинских лабораториях на американские деньги пытаются воскресить динозавров. Ну а тут хочется спросить, где вы были 65 миллионов лет назад? Давайте дальше. Вы все прекрасно знаете, что слово война и слово бигмак это что-то из прошлого. То есть в настоящем ее нет. Вы наверняка видели и такую картинку, и такую, где стражи порядка пытались ликвидировать проявление русофобии. Но мне, честно говоря, очень понравилось вот это. Вот, по-моему, это и есть настоящее. Это именно то, что получают граждане РФ, изолируя себя от слова война. Приятного. Фейки усиленно несли с самого начала войны. И, безусловно, одним из самых громких, ну, в первую очередь, потому что транслировался по центральным каналам РФ и в то же время тупым, по той же причине, была история, где наши все же умудрились развалить пограничный пункт в России. Сегодня утром снаряд неустановленного образца попал в одну из построек пограничного пункта на территории Ростовской области. Подозреваю, это секретный пункт пропуска в Россию тех самых рептилий, зараженных сибирской язвой. Иначе, ну, как ты объяснишь то, что, ну, мало того, что этот пограничный пункт вообще где-то в жопе, да к тому же он больше похож на собачью будку, да и то не самой любимой собаки. Но вообще заявление о всякой подобной херне в духе разработки химоружия или зараженных сифилисом рептилий, бля, только дошло. Вот вечно наши все через жопу делают, надо было не уже и ветрянкой заражать, а овец хламидиозом. И в качестве подарка преклонения, ну, этим, вы поняли, но точно бы не устояли. Такая себе троянская овца. А вообще, звоночек паскудненький, учитывая то, что РФ всегда подобным образом легитимизирует все. Давайте продолжим о фейках. Дело в том, что, ну, нам в уши херню лить, это хотя бы понятно. А вот зачем своих соотечественников считать умственно отсталыми, вот тут непонятно. Хотя на самом деле понятно. Вот помните это? В боевых действиях не участвуют и не будут участвовать солдаты, проходящие срочную службу. И сразу на... К сожалению, обнаружились несколько фактов присутствия военнослужащих срочной службы в частях российских вооруженных сил. Несколько фактов? Вот это несколько. К сожалению. Вот, сожалеет человек. Как так вышло? Да вообще непонятно как. Это же армия у нас всегда так. Похоже на диверсию. Да они сами запрыгивали на ходу в эти КамАЗы еще в России. Некоторые из них уже были мертвые. Кто посмел их пускать? Не, реально жалко чувака. А вот это ахинея. А я сейчас вам покажу, откуда на Беларусь готовилось нападение. И если бы за 6 часов до операции не был нанесен превентивный удар по позициям, 4 позиции я сейчас покажу, карту привез. Карту он привез. Карту можешь уже с собой не возить. Налик вози. Ну разве что кокс сервировать себе. Я не знаю как правильно сказать. Если нас все же смотрят россияне, а судя по географии вас, ну уж явно не меньше 35 процентов, между прочим, сейчас. Ну и белорусы, понятное дело. И надеюсь хотя бы часть из вас в адеквате. Так вот, как у вас укладывается вот это в голове? То есть Украина дождалась, когда на границе накопится критическая масса войск Беларуси и России и решила нападать. Но реально, если вы продолжаете в это верить, то у меня для вас плохие новости. Лишняя хромосома это вообще никак не повод для гордости. Дальше. Совершенно недавно в Турции Лавров, это глава МИД РФ, 50-го года рождения, то есть ему в этом году 72, наверное. И он глава МИД с 2004. То есть по сути весь срок правления Путина, он с ним вот рука об руку, заявил вот что. Планируем ли мы нападать на другие страны? На другие страны мы нападать не планируем. Мы на Украину не нападали. Фух, а мы-то думали, что это такое? Непонятно. Ну ладно. Как говорят у нас, свина собака лает, Байрактар идет. В самом начале этого ролика я сказал, что наиболее сложным моментом для нас является, конечно же, небо, потому что у армии РФ действительно, в общем-то, мощная авиация, по крайней мере, количественно. Но слава ЗСУ. Их есть чем у нас встречать. РФ. Вылез, сука, Россия. Ух ты, блядь. По состоянию на сейчас минус 77 самолетов и минус 90 вертолетов. То есть, ну, не каждый, конечно, приземляется здесь, но с завидным постоянством. Только если раньше пилоты как-то умудрялись выжить, ну, то есть, пленных у нас, пилотов именно много, они катапультировались из своих орудий преступлений, то вот в последнее время тенденция как-то изменилась. Особым шиком, я бы сказал так, является то, что парашюты летчиков ВВС РФ каким-то странным, наверное, правильно сказать, загадочным образом перестали раскрываться. Россияне, помните, ваша страна о вас позаботится. А если не получится с первого раза, может повторить. Потому что можем повторить, это ваш национальный лозунг, вы же так и хотели, правильно? Не думайте, что вас кто-то будет считать. Сейчас же не считают, да и никогда не считали. Что случилось с субмарейной? Она утонула. Ну и относительно оклада военных РФ, я думаю, что ни для кого не секрет, что им всю эту войну в Украине, конечно же, оплачивают и платят вроде как по 53 доллара в день, судя по перехваченным разговорам. Хороший домашечек. Никакие 53 доллара в сутки и двойного клада не находят. Не интересен вообще. Сложно говорить, так это или нет. Может больше, может еще квартиру там пообещали. Это вполне вероятно. Пообещать как бы не сделать. Но вот хочу объяснить так. 53 доллара в день это в общем-то неплохая зарплата, потому что вот в месяц это получается 1643 доллара. Плюс официальная, я так понимаю, зарплата. То есть я думаю, что где-то под двуню, под две штуки действительно на руки должно было бы выходить. Да, вроде как должно, но я думаю, что не выйдет. Почему? Ну вы же правильно должны понимать. Деньги выплатят тем, кто вернется. Официально вернется. То есть если РФ сейчас признает только 500 человек потерь, а это всего 3% от общего количества потерь, то вот все оставшиеся 97% после окончания войны вполне вероятно будут не погибшими, а пропавшими без вести или уволившимися и после этого отправленными в Украину в виде добровольцев-патриотов. Ну то есть ваши смерти не будут признавать. Это абсолютный факт. Ваши трупы не забирают. Укрзалезница, это РЖД здорового человека, уже несколько раз выделяла вагоны-рефрижераторы под эти цели. Но РФ сказали, что им не надо. То есть трупы ваших солдат останутся где-то здесь. Но если ваш сын российский военный был ранен и ему все-таки посчастливилось отправиться в военный госпиталь и он не был прикопан своими же на месте, такие слухи к сожалению ходят. Я не готов утверждать, что это факт, но тем не менее. То вы же правильно понимаете, он получит свой оклад ровно за тот период, сколько он был на передовой. То есть три дня 150 долларов, неделю продержался 350. И не по рыночному курсу на сегодня, а в рублях. Сумма этих рублей описана в договоре. Внутри России не действуют договора в иностранной валюте. И это понятно всем. Ну и курс, соответственно, на день составления договора. Сколько там было? 75 с хвостиком. 53 умножим на 75. Четенько 4 тысячи рублей в день. Кстати, красивая цифра, так что можно поверить. Ну а сейчас курс сколько? 130? Да, любой на самом деле. Доллар же все равно купить нельзя. То есть нужно смотреть на черный рынок. Это 150, может быть 200. В общем, не важно. То есть минимум в два раза меньше. То есть не 53 доллара, а 26. Вот стоимость одного дня жизни вашего сына, соседа, брата, соотечественника в Украине. Ну а если вся эта история затянется на месяц, скажем, на полгода, то не нужно считать 53 до на 180. У договора есть срок, и он, судя по всему, 15 дней. Ну, возможно, вас это устраивает. В принципе, почему нет, сделка с совестью. Но тогда помните, за то, что вы сделали, например, с Мариуполем, вас никто никогда не простит. Просто помните об этом. Роддом. А я сейчас работал по роддому. это пиздец. Это просто пиздец. Ну а хотелось бы закончить чем-то более позитивным. Сергей Бабкин переписал свою легендарную песню «Солдат». ею и закончим. Я солдат, я солдат. Но питает меня силой мужской Моя родная земля под ногами Я солдат, и тем кто к нам пришел С дырявой башкой, отобью я ее сапогами Йо-йо-йо, пусть враг орет В разорванный рот будут прахом Мы рвем им без страха Краще всех лекарских крапель Русский военный корабль Иди нахуй, я солдат И поверьте, не хотел я войны Но она заполняет все прямые эфиры Я солдат, солдат своей любимой страны Я герой свободного и нового мира О-о-о-о-о-о-о Юэй, Юэй Я солдат, и я вижу ракеты летящие в мирный дом Это ад и садом Я очень зол и зелен, нас таких миллион Пошел вон Павелон Я солдат, и я знаю свое дело, мое дело Стоять, чтобы землю усеяли трупы Врага, это рага для тебя, мама нынька Будешь не дарит нынька Я солдат, и поверьте, не хотел я войны Я солдат, но плевать уже на рваные раны Я солдат свободной великой страны Я герой, обо мне напишут вскоре романы О-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о Субтитры создавал DimaTorzok